ОМТВЮА про Головне. Александр Ярославович Невский, князь, полководец, государственный деятель, канонизированный русской православной церкви, он всегда был вместе со своими воинами. Он был во время Невской битвы и лично руководил, в общем-то, всем этим самым победоносным ледовым побоищем. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? И вот то, что сегодня наш президент, наш верховный главнокомандующий приехал туда, где решается судьба страны, где идет реальное управление боевыми действиями, это сигнал, в первую очередь, тем ребятам, которые на переднем крае. Я старалась, вы слышали? Он своим приездом им говорит, ребята, я с вами, я здесь. Хорошо, что я не в прямом эфире. Я рядом, я вас вижу, я вас чувствую, я вас не оставлю. Тешком? Так, стоп, заново, еще раз. Во время поезда главнокомандующего чемодан Чигетта постоянно находится на боевом дежурстве, это нормально. Удивительно просто, удивительные идиоты просто те, кто... Выйдите на улицу и спросите у любого. С золотого кольца зарплаты 5-7 тысяч уже шагнули в Московскую область. Живем мы все лучше и лучше, и поэтому едим мы все меньше и меньше, дешевле и дешевле. Но такими темпами мы сдохнем от голода, ну я думаю, не раньше, чем через полгода. Путин ведет сложную работу с Соединенными Штатами Америки и их союзниками, которые находятся в большинстве. В тылу Путина отсутствуют силы национального сопротивления. Опереться в России ему не на кого. Поэтому он проводит тяжелые дипломатические маневры в условии тотального превосходства сил врага. И ему можно только поставить золотой памятник за то, что он умеет со своим высочайшим интеллектом, опытом, если хотите, государственной и хитростью в том числе, вот так вокруг, не имея сил за спиной, маневрировать уже полтора года. Главу России, как ни странно, решили воплотить в образе римского императора. Мы решили выковечить при жизни нашего президента, так как, по сути, он и является императором. Мы хотели бы, чтобы после ухода его с поста президента, когда рано или поздно это случится, чтобы он стал императором и пожизненно отвечал за народы, которые проживут на территории России. Образ Путина, в нем сосредоточена и государственная мудрость, и мужественность, и символ императора, который руководит крупнейшей империей. Если наше государство будет империей, тогда мы сохраним множество наших братских народов российских. В России существует три поселения с названием Барнаул. Деревня, поселок и муниципальный округ наш. Немноговато ли для России? Может быть, кардинально все изменить для того, чтобы жить лучше, чтобы коммунальное хозяйство было эффективное, чтобы отсутствовали все проблемы? Народный афоризм «как корабль назовешь, так он и поплывет» принадлежит знаменитому капитану Врунгелю. Так вот, я хотела бы предложить переименовать наш город. А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России, несменный. Он даже лидер не только России, но и всего мира. Спасибо большое Владимиру Владимировичу Путину. Это настоящий президент России. Не только России, а мира и Европы. Путин вперед! Вот сами подумайте, с 99-го года, вот по настоящее время, если анализ произвести, посмотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, и в честь этого лидера переименоваться? Например, ну, Путинберг или Путинград. Ну, а почему бы и нет? Путин! Путин президент мира! Ура! Просто, может быть, стоит задуматься. Мне кажется, у нас все шансы... Как это предложение относится у нас сегодня к коммунальному хозяйству, Марина Валерьевна? Я же говорю, что все сразу эффективным станет. Да? Сразу? Потому что будет названо именно именем президента? Ну, в честь, да. Конечно, используя технологии поднятия России с колен, я думаю, что они и у нас используются. Поднятие Барнового с колен. Я обещал вам, что мы победим. Да! Мы победили! Да! Слава России! Поскольку вся коммунистическая история пропитана ложью и предательством, то и для ее последователей принципы чести, достоинства, защита идеалов, правды являются чуждыми. Они хотят разрушить весь мир и построить новую империю. Российское общество тщательно обрабатывает вот такими информационными вбросами, в которых Путина сравнивают не с кем-либо, а с самим Александром Македонским. По легендам, он летал на Орлах к Солнцу и спускался на океанское дно в стеклянном шаре. Удивительное повторение истории, ведь теперь Евразийскую империю с Запада и Востока создает Владимир Путин. В его действиях, да и в журналистских легендах, можно увидеть аналогичные сюжеты. Полеты со стерхами и погружение в батискафе, как сейчас в Крыму. Обратите внимание на текст в нижней части экрана. Сакральный смысл. Евразийская империя вновь становится реальностью. Фактически мы имеем дело с сакральной географией, создающей границы державы, земные и духовные. Шуточная история о древних украх в юмористической программе – это значит маразм. А сравнение психически больного гебиста с величайшим полководцем всех времен – это нормально. Да еще и на канале, принадлежащем РПЦ с громогласным названием «Царьград». Вам это ничего не напоминает? Да, маленькое такое уточнение. В пучины Черного моря Путин погружался на батискафе U-Boat Works Sea Explorer 5 стоимостью 2,5 миллиона долларов. Производство, кстати, Нидерландов. Куда уж Александру Великому с его стеклянной бочкой. У нынешнего собирателя земель масштаб куда больше. И размах, каких царю Македонскому, даже не снилось. Скажите, пожалуйста, вот как можно молиться за такого великого, нераскающего грешника, у которого руки по локоть крови, и который не имеет ни малейшего отношения к православию, господина Путина? Как? Очень просто. Господи, помилуй. И все. Я думаю, Владимир Владимирович будет очень рад, как молиться. Еще одно фашистское решение приняли норвежские власти. И тоже, видимо, в рамках санкций. В норвежской столице Осло сегодня отказались принять российский самолет гражданский. С умирающим пассажиром на борту. Самой Норвегии уже успели дать развернутый комментарий. Как сообщили в представительстве управления воздушным движением, Норвегия и так согласилась сделать исключение для пролета по своему воздушному пространству. Поскольку речь шла об угрозе жизни человека, а посадка – это уже too much. В общем, чистой воды фашизм. Глубоко замотивированные бойцы Айдара, Азова и всех остальных должны быть за градотрядами. То есть все, что сейчас говорит о том, что они нулевые, но они не нулевые. Они не нулевые.